Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Галатам Первоверховного Апостола Павла. И мы читаем пятую главу, первый стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Действительно, в Писании сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. И если мы побеждены благодатью Христа, радостным евангельским благоествованием, то подчинимся этому рабству евангельской вести, ибо быть рабом Божьим означает быть свободным от власти греха, от рабства дьяволу и от рабства страха смерти. Свобода во Христе от подчинения Христу, то, что освобождает нас от рабства порочному, темному и мрачному, от рабства преисподней, который, заключив свое чрево людей, уже не выпускает их. Давайте посмотрим, что писали святые отцы, толкуя этот стих. Блаженный Ироним. Его прибавление, не подвергайтесь опять, не означает, что прежде галаты будто бы соблюдали закон. Это означает, что, желая наблюдать времена, обрезываться плотью и приносить телесные жертвы, они возвращались некоторым образом к тем служениям, которые раньше совершали как идолслужения. Блаженный Ироним здесь затрагивает другой аспект этого призыва. Рабство греху — это понятная катастрофа, которую может переживать любой человек, когда мы замечаем, что всю жизнь можем исповедоваться в одних и тех же грехах. Но есть рабство неких условностей, которые связаны с нашим человеческим пониманием того, как мы можем исправиться. Мы употребляем человеческие усилия, мы даем себе какие-то обещания, что мы будем следовать этой заповеди, этой заповеди, каждый из которых противостоит какому-то нечестию. Но как грех не выпускает нас из своих рук, так и праведность не может состояться в нашей жизни и даровать нам путь свободы, если это праведность только от наших дел, только от наших человеческих усилий. Действительно невозможное человеком, оно возможно только Богу. И во Христе мы можем стать по-настоящему свободными. Давайте вспомним, как Христос творит чудеса. Очень часто в связи с теми чудесами, которые совершает Христос, там стоит такое уточнение. Тот час, имеющий сухую руку, протянул ее. Тот час, расслабленный, встал, взял постель свою и пошел домой. Тот час, тот час. То есть избавление от тех или иных проблем во Христе приобретает совсем другой вектор, чем нежели мы пытаемся исправиться с оглядкой на закон, на каноническое право, с оглядкой на те обличения, которые мы получаем от других людей. Святитель Иоанн Златоуства склицает, «Разве вы сами освободили себя, что опять стремитесь под прежнее владычество? Сам Христос искупил вас. Разве другой заплатил за вас цену выкупа? Видишь, сколько средств употребляет апостол, чтобы отклонить их от иудейского заблуждения?» Аудейское заблуждение заключалось в том, что людям казалось, что они смогут своими собственными усилиями исполнить заповеди Бога. Во-первых, он, то есть Павел, показывает, что крайне безумно сделавшимся из рабов свободными желать из свободных снова сделаться рабами. Во-вторых, дает им понять, что, презирая освободителя, а любя поработителя, они окажутся жестокими и неблагодарными по отношению к своему благодетелю. В-третьих, внушает, что это уже невозможно, так как закон утратил свое владычество после того, как другой откупил всех нас у него однажды навсегда. Однажды навсегда — это то, что произошло на Голгофе, когда Христос взял на себя все наши грехи и наши преступления и совершил дело всецелого нашего искупления. Апостол Павел, развивая эту мысль, продолжает, «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». То есть любое действие, производимое на теле, на плоти, которое не касается души человека, это внешнее, которое не меняет внутреннее. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». И что такое обрезание? Это завет Бритмила, завет обрезания, через который человек как бы обещался теперь начать вести свою жизнь строго по закону. Но у кого это получилось? «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». То есть те, которые понадеялись на свои собственные дела, на свое собственное усердие, они как бы признали Христа лишним. Самонадеянность всегда рассыпается, разрушается. Помните, как апостол Петр на тайной вечере очень самонадеянно воскликнул «Все отрекутся, я не отрекусь». И прошло немного времени, он трижды отрекся от своего божественного учителя. Немощь обнаруживается в каждом человеке. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Что значит праведность от веры? «Добрые дела» — это плоды, которые возникают на древе веры, а не наоборот. Не вера возникает благодаря добрым делам, а из веры человек творит те или иные добродетели. «И сей не от нас Божий дар». Ибо вера — это то, что Бог может дать одному человеку, а другому не дать. Как сказано, кому он откроет, никто не закроет, а кому он закроет, никто не откроет. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». А что такое любовь? Это исполнение закона. Ибо любящий исполнит заповеди. Такая вера, она и действует любовью в том смысле, что она мотивирует человека поступать по закону Божию. То есть человек начинает исполнять закон Божий, прежде всего потому, что он уверовал в Создателя мира, который дал свои заповеди. Он уверовал в Божье прощение во Христе и со Христом. И он хочет что-то сделать и со своей стороны навстречу Богу, который всецело помиловал его. И вот это движение благодарной души навстречу Богу с желанием отблагодарить его, здесь и есть усердие исполнять закон, проявлять аскетику, но при этом и исполнитель закона, праведник и аскет должен понимать, что ему и вечности не хватит для того, чтобы отблагодарить Бога за дар вечной жизни, которая, начавшись в этой жизни, когда мы приходим в церкви, не прекращается даже вечности. «Вы шли хорошо!» — восклицает Павел. «Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Такое убеждение не от призывающего вас, то есть это не от Христа, то, что вы крутите головой, возвращаетесь к вещественным началам ветхого закона и думаете в ее действии наверстать то, чего не обнаружили в христианстве. «Малая закваска заквашивает все тело!» Христос предупреждал своих учеников, не берите закваски фарисейской. Фарисейская закваска заключалась в том, что люди надежду в деле исполнения закона возлагали на свои собственные усилия, но не на действия божественной благодати. И вот эта закваска фарисейская, саддукейская, она проникла в христианский мир, и галаты находятся в таком плачевном состоянии. «Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». То есть, несмотря ни на что, несмотря на строгий тон обречительный в этом послании, Павел все-таки не теряет надежды, что галаты смогут исправиться. Этим самым он научает и нас никогда не переживать разочарования в других верующих. Мы всегда с надеждой должны смотреть даже на самых таких нерадивых христиан, что, может быть, дело их исправления, оно не за горами, и оно скоро совершится. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? В каком смысле он проповедует обрезание?» В послании к Колоссянам он пишет, что «во Христе мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, быв совлечены в крещение, обрезанием Христовым». То есть он проповедует, что обрезание уже отошло, а обрезание Христово – это крещение. И как восьмидневных младенцев в Ветхозаветной Церкви обрезывали, мы можем крестить восьмидневных младенцев, и они становятся причастными Церкви Божией по вере самой Церкви. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание?» То есть уже обрезание Христово, то есть крещение. «Тогда соблазн Христа прекратился бы, ой, если бы удалены были возмущающие вас». Соблазн Христа – это неспособность для некоторых людей поверить, что всецело наше спасение совершается только на кресте, что только голговскими заслугами Христа Спасителя мы обретаем жизнь вечную в Боге и с Богом. И проповедь о кресте – это соблазн для иудеев, это безумие для эллинов, но это сила Божия – проповедь о спасительной силе креста для самих верующих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Действительно, та свобода, которой наслаждается православный христианин, никто не имеет такой свободы. Даже можно посмотреть на другие христианские конфессии. Одни слишком догматизированы, другие слишком привязаны к иерархическим структурам, там жесткая вертикаль власти, как у папистов, догматизм такой ложный, фанатичный у протестантов. А свобода в православии – это действительно свобода от порабощающих начал. Мы все, и священство, народ Божий, мы единое целое, мы причащаемся от тела и крови Иисуса Христа. Мы призваны к этой свободе. Но мир все время хочет нас поработить всякими измами, всякими человеческими представлениями. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Августин выразил это фразой «Люби и делай, что хочешь». Почему он так сказал? Он имел в виду не просто любовь, а любовь, как сказано в Писании, любовь есть совокупность совершенства. То есть такие действия, которые регулируются первой скрижалью и второй скрижалью. Первая скрижаль Моисеева закона регулирует взаимоотношение любви между человеком и Богом, вторая – между человеком и человеком. «О, если бы удалены были возмущающие вас, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, «Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Когда люди начинают превозноситься один перед другим, каждый хвастается своим собственным благочестием, автономным от других людей, от других верующих. Это путь корости, это путь нелюбви. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не делайте, что хотели бы, если же вы духом вводитесь, то вы не под законом». Почему так сказано? «Разве нам не нужен закон Божий?» Конечно, нужен. Но закон Божий будет пылиться на наших книжных полках, если Дух Святой не умудрит нас в законе Божьем и не наставит, как идти по стезе исполнения той или иной заповеди. Поэтому дела рождаются от нашей веры в том смысле, в том смысле, что мы действуем, поступаем в этой жизни так, как мы верим, и это очевидная истина. И если сами вера, учения наши как-то искажены, то это сказывается и на нашей жизни. Вот почему апостолы относят, например, ереси к делам плоти. Ибо искажение веры искажает и жизнь людей, жизнь того или иного человека. Об этом Павел далее и пишет. «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси». Совершенно неожиданно среди дел плоти упоминаются ереси. Оказалось бы, ереси — это какие-то умовозренческие заблуждения. На самом деле это, опять же, действие плоти в том смысле, что неправильная вера, она порождает и неправильный образ жизни. И наоборот, неправильный образ жизни рано или поздно приведет человека к неправильным вероучениям. Итак, он пишет. «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд ниже, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствия Божия не наследуют». И далее он говорит о действии Духа. «Плот же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, то есть правильная вера, которая противостоит ереси, кротость, воздержание, на таковых нет закона». То есть он показал сначала дела плоти, а теперь показывает плот Духа. Блаженный Августин пишет, «Во главе плотских пороков Павел поставил прелюбодеяние, во главе духовных добродетелей любовь. Любого, кто берется за изучение Божественного Писания, разве не заставит это рассмотреть и остальное? Прелюбодеяние, пишет Августин, «Это любовь, оторванная от законного брака, ищущая повсюду удовлетворение своей похоти». Само славяно-русское слово «прелюбодеяние» означает «перелюбил». И Августин пишет, «Прелюбодеяние – это любовь, оторванная от законных отношений». И далее он продолжает, «Но ничто столь законно не соединяется духовно, как душа с Богом». Почему это наиболее законное соединение? Бог – творец, и человек должен стремиться к источнику его собственного бытия, ибо мы Богом живем, движемся и существуем. И Августин продолжает, ведь соединяется она в любви, то есть душа с Богом соединяется в любви. Потому справедливо, что прелюбодеянию противополагается любовь, только она хранит чистоту. Вся нечистота – это рождаемое прелюбодеянием стремление, которым противополагается радость безмятежности, служение идолам, крайнее прелюбодейство души, когда ведется жесточайшая война против Евангелия и примирившихся с Богом, то есть и против верующих. Идолпоклоство поднимает голову. Пепел прелюбодейства, пусть давно уже только теплится, все еще может воспылать, грех умеет ждать. Противоположности этому мир, которым мы примиряемся с Богом, когда тот же мир приходит к людям, то мы исцеляемся от пороков, волшебства, враждебности, склонности спорить, ревности, упрямства, вздорности, чтобы сдержанно обращаться и с теми, среди кого мы живем. И в окончании Августин пишет, долготерпение учит переносить такие пороки. То есть, когда мы долготерпим, мы справляемся с этими недостатками. Доброта их исцеляет, благость их прощает, вера сражается с ересью, кротость с завистью, воздержание с пьянством и разгулом. Итак, здесь мы видим, братья и сестры, что дела плоти, они преодолеваются действием Духа Святаго. И вот эти плоды же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, все это противостоит прелюбодеянию, блуду, нечистоте, непотребству, идолослужению, волшебству, вражде, ссоре, зависти, гневу, распри, разногласиям, соблазнам, ересям, ненависти, убийством, пьянству, бесчинству и тому подобному. Поэтому, обрекаясь в праведность Христову заслугами Его крови и принимая Духа Святаго и плоды Духа Святаго, мы только так можем противостоять прежде всего своей прежней греховной жизни к тем прежним страстям, которые обнаруживались в нашей жизни, когда мы все-таки были в стране далече, бродили по каким-то полям мавицким, вдали от Бога, но потом Господь призвал нас. На таковых нет закона, на тех, которых руководит сам Дух Божий, ибо закон, он обнаруживает грех. А как обнаружить грех? Там, где царствует благодать Духа Святаго. И оканчивая эту главу, апостол Павел пишет, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Действительно, действием силы крови Сына Божия мы сначала притупляемся эти страсти, потом постепенно изживаем их в себе. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Нам действительно нечем тщеславиться, нечем превозноситься одному перед другим, ибо все мы были в стране далече. Но Христос нашел нас там и призвал в свой чудный свет. Тот самый свет, о котором сказано, и свет во тьме светит, и тьма не может поглотить его.